Приветствую, меня зовут Александр Логинов, я генеральный директор и основатель компании Энергоэлемент. В этом видеоролике я бы хотел рассказать о том, как электропогрузочная техника оценивает уровень заряда аккумуляторной батареи и то, как она может, техника, мгновенно уничтожить гелевую батарею и значительно повлиять на работоспособность классической аккумуляторной батареи. Все дело в том, что коммуникация между свинцово-кислотной обслуживаемой гелевой аккумуляторной батареей с техникой происходит только за счет разъема, то есть техника видит только общее напряжение и у большинства производителей в индикации уровня заряда батарей присутствует шкала с палочками с величиной деления 10 процентов. Это говорит о том, что а. минимальная погрешность 10 процентов и б. это говорит также о том, что на самом деле напряжение не является показателем уровня заряда батареи, является остаточной емкость, которая, в частности, очень круто реализована в системе стопы. Поэтому, когда техника видит общее напряжение, напряжение прыгает. То есть, когда водитель нажимает на педаль газа, идет нагрузка, просадка напряжения на батарее, данный счетчик по-другому оценивает уровень заряженности батареи. Батарея постояла, это можно легко проверить. Вынул батарею, из техники коннектор отсоединил, подсоединил заново и уровень заряда поднялся. Начал ехать, он очень быстро сбросился. То есть, техника на самом деле не понимает, какая батарея стоит в ней, какой у нее уровень заряда и так далее. Она видит только общее напряжение от аккумулятора. Причем, все же там есть минимальный порог. У кого-то хорошо он маломальски срабатывает, в большинстве случаев он работает очень плохо. Это порог, когда техника переходит в режим черепашки. Это идеальный вариант, чтобы не сделать глубокий разряд для батареи и одним глубоким разрядом не убрать сразу до 10 рабочих циклов на батарее. То есть, можете представить, с какой скоростью можно убивать батарею. И у нас есть прецеденты, когда бюджетом у объекта подтверждено, что он тратит 80 тысяч евро раз в 3 года. Заходим мы с сервисом и эти 80 тысяч размазываются сразу на 6 лет. Естественно, это за счет того, что мы убрали факторы, влияющие на выход из строя. С гелевыми батареями дело совсем плохо обстоит. Да, там можно задрать пороговое значение в электронике техники, чтобы она либо раньше отключалась, либо раньше переходила в режим черепашки. Но суть заключается в том, что в гелевых батареях не обслуживаемых, в основном это именно гель, есть также ГМ технологии, но суть заключается в том, что это не обслуживаемая батарея, в которой внутри находится такая же электрохимия, но электролит жидкий, сжижен, сгущен точнее, за счет либо гелевой добавки. На самом деле это обычный силикагель, и вы его знаете по пакетикам, которые добавляют в обувь. Да, когда вы новую пару обуви покупаете, вот там беленькие вот эти вот шарики. Это вот он и есть. Он хорошо впитывает влагу, он пористый и не обладает электропроводностью. И второй вариант это АГМ технологии, когда между катодом и анодом помещается сепаратор из стекловолокна и он замедляет выход газа, кислорода, водорода с электродов, чтобы они улетали наверх, тем самым выпаривалась вода из электролита, опускался уровень дистиллированной воды и, соответственно, электролита в батарее. Ключевым моментом для геля заключается в том, что, оказывается, технология этого не предусмотрела. Естественным образом даже на профессиональных зарядных устройствах происходит небольшое естественное снижение уровня дистиллированной воды в электролите, тем самым происходит понижение уровня электролита в гелевом элементе, повышение плотности, что приводит к повышению напряжения. А так как техника видит только общее напряжение на батарее и по гелю необходимо соблюдать глубину разряда не ниже 40%. Есть технологии, где допускается до 80%, но все равно присутствует очень значимый коэффициент, снижающий выработку в ресурсе батареи. И приводит это к тому, что я по настоящий момент не видел ни одной гелевой батареи, которая отработала бы на классических настройках электроники техники более 400 циклов. Это очень легко посчитать по моточасам техники и тока отдачи батареи за один цикл разряда. Этому крайне сильно помогает датчик от системы стопы в комплекте контроля за складской техникой батареи. Он издает своевременный звуковой сигнал, тем самым предотвращая глубокий разряд, потому что он контролирует не только общее напряжение, в общем-то он по нему даже не оперирует. Он оперирует в основном по амперчасам выкачанной емкости, температуре, уровню заряда и естественному напряжению батареи. Это позволяет значительно увеличить ресурс батареи. Тем самым, если мы посмотрим на связку именно батарея и техника, то критическим фактором в том, чтобы батарея служила долго и хорошо, является именно контроль глубины разряда аккумуляторной батареи. На этом у меня все. Я надеюсь, что у вас с настройками электроники техники все в порядке. Если нет, вызывайте нас. Мы как минимум проверим и дадим рекомендации, что нужно сделать в том или ином случае, чтобы значительно увеличить ресурс батареи без эмоциональных и в том числе финансовых затрат с вашей стороны. До свидания!